Хо-хо-хо-хо! Как круто! Эй, Джефф, а у тебя есть пицца, которую ты мне можешь дать? Зачем нам с тобой пицца? Потому что мы с тобой, если что, между двумя мирами. Между прошлым и настоящим. В прошлом до нас с тобой домогается Чика. И до чего Чика домогается больше, чем до нас с тобой? До пиццы. Поэтому мы должны с тобой найти пиццу для неё. В принципе, да. Извини, сынок. Довольно жёстко сегодня. Если тебе что-то нужно, тебе надо купить. Ладно. Я не ожидал, что мне нужно будет тратить деньги на тебя. Найди. Найди, как его отвлечь. Потому что я бедная жопа. У меня нет денег. И вместо того, чтобы что-то купить, я предпочту что? Варовать. Правильно? Вор 31. Поехали. Чё я должен делать? У меня нет нищаких денег. Может быть, я могу занять кусочек с кухни? Ммм. У меня есть рандомная крысиная ловушка, которую я нашёл. Я думаю, что если я пригоню к нему крысу, то крыса его отвлечёт. А где я тебе крысу найду? Крысы обитают где? Крысы обитают в школе. Пойдём в школу. Йоу. Здесь много мусора. А чё, крыс нет? В смысле? Тогда надо, наверное, в прошлое отправиться. Я, кстати говоря, поставил на русский родной. Спасибо тебе, что написал. Я, честно говоря, вообще не мог подумать, что в игре сразу будет русский. Кайфово. Блин, мне так нравится эта игра. Это просто охренеть. Так, где-то здесь по-любому тогда будут обитать крысы. Потому что в прошлом крыс должно быть много. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Я не уверен, конечно, но да. Так, мы тут девочку с тобой оставили. Забрали, спасли. Поэтому, ладно. Куда? Мышь! 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 Призвать мышь. А мышь убегает! Сюда, 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 сюда. Вот она, мышка. То есть я могу её привлечь мышеловочкой. Пока не понимаю, как, но мне пригодится карманная крыса. Хорошо, что я нашёл эту мышеловку. Я не думаю, что она выйдет, пока я стою здесь. Лучше уйти. Всё, пойдём отсюда. Снэп. Так, ладно. Она, наверное, попалась, да? Еееее! Берём крысу. Вот это да, большая крыса! Так точно кого-то напугаешь. Сто пудов напугаешь, побежали. Всё нормально. Всё нормально, родной. Назад. Так, крыса нам, судя по всему, нужна для того, чтобы Джеффа привлечь. То есть, если Джефф увидит, что вокруг бегает крыса, он, скорее всего, побежит за ней. Таким образом, даст мне возможность пиццу забрать. Ты опоздал, малыш. После обеда мы не продаём кусочки. Так что, если хочешь пиццу, купи целый пирог. Ладно. Ээээ, так, подтвердить. Как я могу пиццу кинуть? А может быть, могу её где-то здесь посадить? Прям на девушку. Броси в девушку. Да, серьёзно. Серьёзно? Окей. Держи. Аааа, крыса, грязная крыса. В городе новая крыса. Она про меня. Пойдём. Она так забавно прыгает. Джефф, ты вообще, походу, не впечатлён этим событием. Теперь можно идти на кухню, пока Джефф не вернулся. Джефф самый, просто, самый спешащий человек на планете. Так, пиццу с кухни забирать. Ой, стоп, я не сюда пришёл. Мне надо сюда. И вот сюда. Вот, хорошо. Кусочек пиццы. Извини, Джефф, я постараюсь его тебе оплатить когда-нибудь, никогда. Батарейка? Нашёл батарейку, замечательно. Джефф готовит пиццу здесь один. Может быть, у него не хватает денег, чтобы нанять другой персонал? А я у него ещё больше ворую. Какая я паскуда, это правда. Главное, крыса, это ты. То есть я. Хотя я не крыса. Так, ладно, пойдём. Теперь у меня есть пицца. Пойдём пиццей поделимся с Чикой. Что такое? Большой парень. Какой большой парень? Я упал и почувствовал какого-то большого парня. Ладно. Ничего не могу здесь сказать об этом. Никак прокомментировать не имею возможности. Так, пойдём Чику выгонять. А тут света так и нету, да? А свет мне надо, наверное, врубить. Выманить птицу. Держать F, заменить батарейку. Спокойно, родной. Я там сушу кого-то, он дверь не подойдёт. А вдруг кто-то придёт? Так, спокойненько. Тихонько, родной, тихонько, тихонько, тихонько. Входим сюда. Я просто не помню, где вообще Чика была. По-моему, здесь, нет? Нужно сначала его выманить. А как? А, мне, наверное, надо туда положить, да? Она прям на запах сразу побежала. В темноте я могу ходить сколько угодно, по идее. Не может быть, чтобы кто-то съел две пиццы. Жутковато. Так, прятаться я могу, но мне прятаться не нужно. Кусочек пиццы. Не так я представлял себе от корма, конечно. Так, спокойно, 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 спокойно. Обауденно. Блин, какая анимация крутая. Так, пойдём спасать ребёнка. Вырубим свет. Я не знаю просто, мне свет, мне кажется, не поможет здесь сейчас. Пойдём спасать ребёнка. Тут какого-то ребёнка, он постоянно везде плачет. А, он в холодильнике, да? У меня мурашки. Не уверен, что дело в холодильнике или в атмосфере. Чувствую, будто эта печь может заглотить меня целиком. А, вот здесь он, да? Здорово. Майк! О, он ушёл? Пока да. Пойдём к выходу. Это мой друг. Ты его не видишь, но я его видел. Пойдём к выходу. Монетка. А мне кажется, надо с тобой свет врубить, если честно. Идти к выходу. А мы мимо Чики пройдём, что ли? Так, заменим батарейку. Но пока что я батарейку уберу. Батарейку у меня не так много. Давай пока я мимо Чики побегу. А Чика ушла. Чика ушла, родной. Так, ладно, пойдём сюда. Мы по вентиляции как раз по-моему должны добраться как раз к выходу, если я правильно помню. Попробуем. Это не к выходу. Вентиляция не открывается, мешает коробке. А, я понял. Ладно, ладно, ладно. Но, по крайней мере, мы с тобой знаем, как тут добраться теперь. Эта дверь заперта. Ничего страшного. Эта дверь заперта. Да куда, куда тогда мой друг пошёл? Ладно, все, пойдём спокойнее коробка. Спокойно, турбаляка атмосфера. Мне прям нравится. Вроде восьмибитная игра. Вроде не страшно, но знаешь, как-то жидковато немножечко от того, что происходит. Именно потому что... Быстрее! свет врубить вот и чего так не менее привлекать никого не будем пойдем на полке есть батарейка он опять свет врубил запрыгали быстрей все нормально все нормально может быть ведется меня это было начало родной что материться на своем так там у меня нормально все записи же да все хорошо жесть начало серии начало серии она с тобой тут так вводят попробуем сейчас с тобой удойти до двери возможно она открывается только если за мной никто не гонится купон на пиратскую вечеринку да ты идешь это только начало серии не я ищу своего отца у него каштанные волосы сильная рубашка ты не видела его у нас отец застрял в этом мире пока спрингтрап в теле отца ты не видел чипа мы были в зале игровых автоматов когда вырубилось электричество нет не видел ты думаешь что пробел пробел сбежать это я умею это я умею надеюсь если что он дальше пробежал он дальше поехали это мини-игры у нас с тобой кстати родной не было по моему но нужно уходить отсюда в дверь в дверь в дверь серьезно дверь закрыта это было слишком близко почему я не могу найти его где я еще не смотрел пойти домой а все типа мы батю так и оставим там еще да ладно окей родной окей погладьте джинкс почему я не спал я не могу батя опять пришел что ему еще нужно спрингтрап здесь ведет себя довольно дружелюбно обожает этого робота у него есть кнопка после нажатия на которой он сходит с ума пару раз пугал так отца так это нам с тобой поможет погладь киску чувствуя себя прекрасно так пойдем тогда к здесь заметь он нас особо не бьет я уже пару раз следовал за ним вышло не лучшим образом я ничего не научусь нет я больше на это не поведусь лучше пойду в обход ладно хорошо нам нужно маму найти ты готов к завтраку думаю я пойму его в школе если не против ладно милый ты завел новых друзей ну как сказать есть один новый парень которого я не могу отвязаться какой ужас это не очень красиво может быть он просто хочет быть твоим другом он наверное про этого про батю своего в любом случае это всего лишь твой второй день так что все наладится не все сразу всему свое время мать мой отец в нем аниматроник а ты мне не веришь что блять наладится а ты спишь с аниматроником мать как тебе не стыдно нет ничего плохого в том что хочет кто-то подружиться с таким крутым парнем как ты нам всем не помешает хороший друг когда жизнь подкидывает нам сложности например в виде начала нового учебного года или в виде аниматроника в отце может твоему парню очень нужен друг какому моему парню правильно маму тут парень вашара о ас о ком я я не понимаю какой парень какой какой вашара вообще не знаю родной на самом деле я для себя одну очень важную вещь открыл что если у тебя нет друзей то кто у меня под столом там я не понял кто у меня под столом короче если тебе вдруг ну ты находишься в такой ситуации что у тебя по какой-то причине нет друзей для меня это было на самом деле открытием я долгое время ждал пока кто-то сделает первый шаг грубо говоря к тому чтобы ну закорешиться со мной да будь то там девчонки ребята это еще когда мелким был потом я в какой-то момент осознал что лучше на самом деле осознал не так давно недавно буквально это вот как раз мне Даша научила скажем так что лучше всего делать просто первый шаг в принципе будь то дружба будь то отношения и так далее все чего-то ждут все всегда чего-то ждут не будь еще одним кто чего-то ждет действуй даже если ты попробуешь кем-то подружиться и он худшее я не знаю скажет нет пошел ты вон ничего страшного из этого нет ты попытался это раз два чаще всего люди так не говорят три даже если по какой-то причине тебе говорят пошел ты вон да не заморачивайся вообще ты попробовал ты уже гораздо круче а во-вторых иди просто занимайся я имею ввиду ну своими делами своим хобби и так далее если у тебя вдруг нет хобби вот тут нужно найти хобби если у человека нет хобби это плохо ему некуда в энергию свою выводить бать опять ты сука глазами светишь а вот все а при маме сыт слышишь может ты и шестиклассник уже но тебе не убежать от маминого поцелуя главное чтоб от батиного убежал давай чмоки чмоки оп ой как мило види себя хорошо асфальт помни что мы с папой всегда рядом вот это меня и пугает мам шо по пузу тебя ну-ка давай не сверкай мне глазами я тебе отвертку в жопу запихну так погнали жаль что ты не веришь мне по поводу отца как я вообще не боюсь оставлять вот этого вот этого отца вместе с моей матерью как я его еще не завалил не знаю это вообще жесть хотя на самом деле вдруг у моего главного героя шиза вдруг ну типа батя нормальный все в порядке потому что он на нас с тобой не нападает пойти в школу пойдем в школу как бы батя на нас не нападает ведет себя относительно адекватно может быть на самом деле это я главный злодей а это же освальт оцелот ищешь место для линьки еще блять несешь оцелоты не линяют дилан я смотрю ты теперь эксперт ой у меня проблемы серьезней ты че блять хвостом меня шлепнул прикинь немая женщина с ним заговорила он все понял ладно это было странно она просто на него что ну ясно меня меня все это поехала крыша в чем дело освальт все нормально мисс ничем не сосредоточиться не могу если честно возможно для ясности в голове тебе стоит размять ноги я оставила книгу в кабинете директора не принесешь ее мне ладно принесу почему бы и нет забрать книгу мистер ничем как я могу спасти отца если едва могу высидеть на уроках ну ужас как говорила мама не все сразу всему свое время ладно постер обратно в школу последний гвоздь в гробь летних каникул вот гвоздь я бы кому-нибудь загнал нужно взять книгу из кабинета директора так вот маньяком не трудно стать на самом деле батарейка она мне пригодится у нас трофеев больше чем у старшеклассников да они за победы в кикболе но все же что такое кикбол я не знаю кстати говоря серьезно ты директор эй ты чего не в классе я пришел за книгой для мисс ничем нет парень ты здесь чтобы помочь мне найти ключ от кабинета чего дверь в кабинет закрылась мне нужно было перекусить отойти мне нужно было чтобы следить за поведением учеников да ладно поищу ты мой спаситель малыш это кто малыш мне уже два года я большой ничего полезного только мусор хрен на себе слышишь директор а тебе нормально что у нас тарантовы обитают здесь и он залез с железа ящички не используют директриса уборку не хотите провести? а как раз дверь закрылась иди работай паскуда ага нормально сейчас что-нибудь сваруем ноль пополам равен нулю вероятно учебник по математике не совсем ноль пополам равен нулю нашел ключи щас подожди а что бы вас еще стырить ха-ха-ха андрюху отправлять погулять это опасно не найдете ничего ха-ха-ха-ха хороший парень 31 нет смотри-ка ничего нету ладно щас принесу вам ключа я могу их слепок сделать чтоб потом в кабинет директора спокойно ходить ладно пойдем ого ты где его нашел? я почти каждую комнату в школе осмотрел в поисках этого ключа почти каждую комнату тут всего две комнаты мне нужно идти мне кажется кто-то позвал меня в кафетерии это примерно уровень твоего интеллекта тумбочка ладно она открыла мне двери и решила меня оставить ну все в художественном фильме спиздили статьи из школьной газеты в рамке в заголовках написано о победе в кикбол турнире что за кикбол такой? наконец-то теперь я могу вернуться в класс стоп а это что? теперь я могу проучить Дилана чтобы он ко мне не лез а что я нашел? рука тянучка аааа это та шлепка ой помню ты знаешь эту штуку? у тебя была такая хрень? блин она такая склизкая такая противная ее можно друг друга шарахать это прикольно так а еще что можно? если я выгляну смогу увидеть наш дом отсюда разбить могу? не могу жаль так ладно как у вас грязно пойду в класс ручка чинучка мне понадобится но чем? не могу покинуть школу нас не отпустили да ты бляха падаешь на ровном месте как как мне поможет вообще ручка тянучка я стесняюсь спросить ааа наверное для того чтобы какой-то предмет откуда-то достать господь ты особенно не торопился как я посмотрю простите мисс ничем мне нужен был этот перерыв а че не сказал про директора да ладно че я объясняю у вас до завтра не забудьте написать сочинение я тебе напишу здорова мне кажется второй день в школе был тяжелее первого че уже пора спать? окей с этими ребятами разговаривать нельзя у меня нет ни времени ни желания открывать сегодня учебник вот он настоящий ученик именно такие потом становятся уборщиками ха 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 эм димон пытается выпрыгнуть из-за ящичков чтоб напугать меня если я вижу то нечего бояться верно? димон димон ладно его там нет здесь нет ничего кроме вонючей спортивной одежды а ты чего ее нюхаешь? ха 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 так ладно а мы же с тобой в прошлой серии еще кстати говоря с девчонкой познакомились она нам дала дневник вот этот вот то есть мы с тобой можем узнать здесь информацию обо всех аниматрониках у всех новых моделей челюсти так же ведут себя непредсказуемо она кусается берегите пальцы если хочешь родной мы можем почитать это повнимательней пока я просто не знаю насколько тебе это будет интересно я думаю что в следующей серии почитаем слышишь а я на фабрике ничего найти не могу ладно пойдем домой в прошлый раз когда я пытался пойти куда-нибудь куда меня игра не звала ничего хорошего из этого не было вообще ничего из этого не было игра как бы не предполагает обычно похоже он опять бродит по дому нужно найти способ выбраться отсюда он мне окно забил заколочено мать а вот это тебя как бы не должно смущать нет шубати мне закрывает окно ёбин бобин кто это он в шахматы играл кошка здорова чё там делаешь на полке фотография бабушки бабушка рядом живет ааа окей 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 я просто думал может быть эта дверь закрыта попасть по тень шариками погнали родной воооо как мне нравится чем дольше бежит оцфальт тем больше шума он создает это ты конечно громкий чел так побежали что это такое а там у нас все помыто эй а где двери странный где двери какой блять странный ты пришел за пиццей нет просто тусуюсь ясно кто-то по имени я неудачник позвонил чтобы сделать заказ но так и не забрал пиццу я неудачник наверное недавно в городе джефф мне кажется это выдуманное имя я неудачник Варенья оставайся в школе а я типа он повелся на тупой прикол и меня еще стебет какая то паскуда джефф понятно почему к тебе никто не приходит здорова я в тебя тоже крысу скину раньше этот город был чем-то интересным а что сейчас? посмотри на эту свалку если бы можно было найти работу меня б здесь не было чем тебя испортить? ты вот ручкой тянучку что я тебе в щи закину ладно окей в прошлый раз когда женщина сюда пришла а ты пришла? тебе понравилась крыса я не понял раньше пицца была вкуснее крысой закуси хотя стоит признать после закупки заведения джеффом пицца стала намного дешевле качество? количество предполагает над качеством я полагаю жри пиццу и не выпендривайся джефф я с тобой все нормально лучшие друзья не переживай я тебя защищу если что погнали оп оп просто бомбочки так и запрыгивает мне нравится с каким позитивом он прыгает в прошлый раз эта штука пришла из игрового зала может быть она удерживает папу там? да она проломала стену в прошлый раз я почему-то туда зайти не смог жетончик попасть в кабинет игровых автоматов попадем теперь здесь ходит еще и чика если я правильно понимаю да? погоди я слышу телефон на фоне слышишь? кто-то куда-то звонит телефон? что за телефон? я не понял здесь я не слышу телефон то есть телефон там где-то а здесь я могу что-нибудь новенькое сделать? так я могу в вентиляцию кстати говоря сюда забраться и могу отсюда выбраться если что так но здесь у нас спрингтрубон я его слышу хорошо то есть с вентиляциями мы уже можем гораздо лучше двигаться пойдем я знаю точно где спрингтруб и спрингтруб не здесь побежали сейчас быстренько туда зайдем главное чтоб чикусья сейчас меня не привлекла кстати я ж могу спрингтруба привлечь при помощи звука может быть здесь? просто где звонят? вот здесь слышно чувствую она меня готова заглотить у меня мурашки а вот он телефон алло ну? если ты все еще слушаешь есть некоторые вещи которые тебе не говорят когда ты подписываешься на работу у аниматроников плохо со зрением если они видят движение они могут подумать что это металлический эндоскелет некоторых можно найти за кулисами если ты еще не наткнулся на них в случае если такое происходит они думают что ты являешься частью аниматроникового костюма и тебе не следует бродить без него я к тому что они затащат тебя в аниматронный костюм с применением некоторого качества силы это объясняет почему здесь такая текучка кадров в любом случае ничего страшного окей прикольная пасхалочка вон слышишь кто-то смеется я прям слышу кто-то хихикает там бесконечно так дверь закрыта сверху там что-то смотри я могу сюда забраться ручка тянучка здесь что-то блестит моя ручка липучка поможет да ключи блять возьми бигфокин брейн так здесь мы можем то есть сейчас починить все автоматы дополнительно да я не могу это использовать здесь веревка нет стоп что-то ж мы можем с тобой здесь использовать по-любому а я могу взять джетон для того чтобы поиграть да ухм хо-хо-хо-хо как круто придумать что-то чтобы выманить кролика это было близко возможно если б я знал больше об этом существе я смог бы его отвлечь а я знаю больше об этом существе подожди ой как круто слушай мне нравится это так обо всех неисправностях не пытайтесь играть на гитаре бонни схема активирует протокол зажимания отрегулировать сиру объятий сколько раз уже это было так стоп то есть мне нужно гитару скорее всего найти да где-то я его видел знаешь что я думаю знаешь что я думаю мне кажется наша с тобой игрушка она там вот здесь вот может быть да вот она это же гитара но струны порваны уверен что смогу найти старые струны среди мусора быра-быра-быра-быра-быра-быра-быра среди мусора это скорее всего это скорее всего сейчас нам нужно в мастерскую прикольно то есть чаще всего взаимодействие между разными мирами необходимо так а здесь я может быть могу найти тут же тоже мусор как бы даааа смотри-ка а это тоже порванные струны да ёбим-бобин так а здесь у нас наверное ничего нет похоже на игры про которые рассказывал отец окей 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 да куда ты падаешь зачем фух ладно родной мы с тобой продолжим следующей серии с Бонни мы разберемся тоже там клево мне прям нравится я надеюсь тебе тоже подписывайся на канал и оставляй свои комментарии увидимся в следующей серии а пока на этом все пока до скорого родной удачи